Здравствуйте! Эфир телеканала ПС продолжает программа «Городские подробности» о важном и интересном в Архангельске за минувшие 7 дней. Вам расскажу я, Артемий Заварзин. Поморская столица вновь отмечена на федеральном уровне. По результатам национального рейтинга прозрачности закупок 2014 Архангельск вышел на первое место из 12 муниципальных образований, включенных в рейтинг «Гарантированная прозрачность». Комментируя известие, мэр Архангельска Виктор Павленко отметил, подтверждено, что бюджетные средства мэрия расходует строго в соответствии с действующим законодательством о госзакупках открыто и прозрачно. Далее к вопросам городского хозяйства. Отопительный сезон приближается к завершению, что отнюдь не уменьшает количество задач, стоящих перед энергетиками. Об этой и других темах шла речь на совещании в мэрии Архангельска. Плановые работы на сетях должны завершаться обязательным благоустройством территории. Там, где мы зимой работали, понятно, что не могли выполнить это условие по асфальтированию и так далее, поэтому составить график и его потихоньку двигаться. Начать с тех серьезных мест, где это общественный транспорт ходит. На повестке дня ледовая обстановка в Архангельске. Сегодня все семь пешеходных и две понтонные переправы работают в штатном режиме. Подготовка к ледоходу на постоянном контроле городской противопаводковой комиссии. Главное поручение, которое дал специалистам мэр Виктор Павленко – обеспечить всем необходимым островные территории. Будем считать, что все будет спокойно. Готовиться к этому надо обязательно. Поэтому никому не расслабляться. Готовиться к противопаводковым мероприятиям. Поэтому это просьба или приказ. Одной из тем совещаний стала летняя здоровительная кампания, которая стартует 1 апреля. На отдых юных архангелогородцев в этом году уделяется более 80 миллионов рублей. Часть средств по городской целевой программе «Семья и дети». В 2015 году на базе 53 муниципальных учреждений будет открыто 56 лагерей дневных пребываний. Общее количество детей, которые мы планируем оздоровить за три работы смен – это 4 017 детей. Конечно, я бы стал задачей охват детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. То есть каждый ребенок у нас должен быть учтен и обязательно летний период пристроен. Участники совещания также обсудили подготовку к двухмесячнику по уборке города. Во всех округах продолжается работа по выдаче инвентаря. Составляется график проведения субботников. Старт двухмесячника намечен на 13 апреля. По поручению мэра Виктора Павленко в мэрии началась разработка ведомственной целевой программы поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на следующие пять лет. Только из срез городского бюджета на эти цели запланировано более 12 миллионов рублей. Новый документ станет продолжением действующей программы, где главная роль отведена в финансовой поддержке предпринимателей. Предусмотрена, например, компенсация затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках, осуществлению мероприятий по энергосбережению и профессиональной подготовке кадров. Также городские власти приняли решение не повышать для предпринимателей стоимость аренды муниципальных помещений. У нас есть такой стимулирующий налог в виде единого налога на вмененный доход, который тоже мэрия могла бы поднять, но вот уже лет семь, наверное, этот налог, то, что касается компетенции мэрии, он остается на прежнем уровне. Это тоже достаточно хороший стимулирующий шаг к развитию. Кроме того, те предприниматели, кто организовывает группы дневного времяпровождения детей дошкольного возраста, могут получить субсидию в размере одного миллиона рублей. Предложения мэрии Архангельска относительно малого и среднего бизнеса поддерживают и депутаты городской думы. Так, на очередной сессии они приняли решение о расширении перечня муниципального имущества, которое предприниматели смогут арендовать или выкупить. Все это способствует повышению предпринимательской активности, а значит, увеличению поступления налогов в городской бюджет. Городские власти выделили 2 миллиона 200 тысяч рублей на поддержку ТОСов Архангельска в этом году. Финансирование программы развития и поддержка территориального общественного самоуправления, принятое по предложению мэра Виктора Павленко, увеличилось на 11%. Сегодня в Архангельске работают 9 ТОСов. В апреле этого года для них состоится второй конкурс социально значимых проектов. Кроме того, будет определен лучший ТОС и назван лучший активист ТОСа. Поскольку срок реализации действующей программы в этом году заканчивается, по поручению градоначальника идет работа над новой программой по развитию и поддержке ТОСов на следующие 5 лет. Это позволит увеличить количество ТОСов во всех округах поморской столицы. 1 апреля стартовал весенний призыв Вооруженные силы России. График работы призывной комиссии во властном центре утвержден. В ее состав вошли медицинские работники, представители муниципалитета и городского УВД. Кстати, план по призыву минувшего года Архангельск выполнил полностью. И к наступившей кампании город готов на 100%. География мест несения службы архангелогородцев, воинские части северо-запада России и Новой Земли останется прежней. Как не утратят силу и изменения в законе о воинской обязанности. Те, кто к 27 годам не прошел службу без объективных НАТО причин, военный билет получат, но с оговоркой. Будет записываться запись в военный билет о том, что военную службу не приходил, не имея на то оснований. Что является основанием для отказа в работе в службе, в государственной службе, в муниципальной службе и так далее. Для призывников предусмотрена возможность прохождения альтернативной службы. Также продолжается прием заявок от желающих поступить в военные вузы. За информацией о порядке и правилах поступления будущие курсанты могут обратиться в призывной пункт по адресу проспект Ленинградский, дом 81. Товар качественной цены ниже розничных. В Архангельске начали работу продовольственные социальные ярмарки. Традиция их проведения насчитывает уже не один год. И в 2015 мэр Виктор Павленко распорядился продолжить организацию социальных торговых рядов. Все они часть плана мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Архангельске. Ярмарки призваны поддержать местных товаропроизводителей и создать условия для снижения цен на товары повседневного спроса. На социальных ярмарках представлена бакалейная продукция, мясо птицы, мясо свинины, свежая рыба плюс рыбопродукция копчености. Цены на такую продукцию ниже среднегородских на 30%. Информацию о грядущих ярмарках можно уточнить на сайте мэрии Архангельска или по телефону 21-54-55-21-56-45. В Архангельске продолжается торжественное вручение юбилейных медалей в ознаменовании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне памятные награды обрели ветераны Северного морского пароходства. О тех, кто на флоте и в тылу ковал победу, Елена Матвеева. Про свою службу ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Кондаков говорит, мы глаза и уши флота. В Полярном он трудился связистом. Кто говорит, что на войне не страшно, это ведь неправильно. На войне страшно, когда пули свистят. Страшную музыку войны первые бомбежки Архангельска слышал и Юрий Абрамов. 22 июня 41-го он встретил курсантов мореходки. Мы попадали под эти самые бомбежки. Естественно, фашистские самолеты охотились за судами и сбрасывали бомбы. Имена ветеранов Северного морского пароходства в списке героев Великой Отечественной значатся особо. Эти люди получили военную закалку полярных конвоев, огненных рейсов, студеного моря. Среди них орлят остальных кораблей, соловецкие юнги. Среди них труженики тыла. Они не были на передовой, не ходили в атаку, но все же знают, что такое война. Все они воевали и работали ради одного, как можно быстрее приблизить победный день. Мы благодарны вам за вашу твердость, за ваши боли в этой войне. И позвольте поздравить вас с этим праздником, который у нас всех в душе и со слезами на глазах. Больше 70 ветеранов пароходства получили по праву заслуженные юбилейные президентские медали. Всего же в поморской столице ими будут награждены 4,5 тысячи фронтовиков. Начиная с 23 февраля в городе Архангельске выполняется поручение президента Российской Федерации Владимира Путина по вручению юбилейных наград 70-летия Великой Победы. У нас удостоены такой награды 4,5 тысячи наших ветеранов Великой Отечественной войны, тружки тыла, участники блокады, оборонных работ. На сегодняшний день в торжественной обстановке с привлечением школьников, что очень важно, потому что это действительно мостик поколений. И ребята с большим удушевлением, любовью к этим мероприятиям относятся, устраивают концерты, какие-то спектакли. Ветераны очень довольны. В общем, проходит это в такой теплой обстановке. И самое главное, что мы в ходе этих встреч, поручение такое дано, мы выясняем, что нужно и чем нужно помочь конкретно тому или иному ветерану. Все это протоколируется и обязательно даются поручения. Подобные встречи, как знак благодарности, которая год от года не становится меньше. Благодарности, как знак о немеркнущей памяти об их подвиге и большой гордости за то, что мы наследники несгибаемого поколения победителей. Наш следующий сюжет об архангелогородце Рафаиле Куркове. Более полувека своей жизни он посвятил морскому делу, пройдя путь от рядового матроса до капитана. Была в истории нашего земляка и самая суровая страница. Имя ей – Великая Отечественная война. «Если Руфик – капитан, нам не страшен океан». Так шутили о ветеране Куркове коллеги моряки. А его рассказы о военном матросском прошлом всегда слушали с интересом. В 41-м. Будучи 15-летним подростком, Рафаил Курков участвовал в строительстве объектов Беломорской флотилии Северного флота. «Делали оборудование алтинеринское. Для чего надо было делать? Перекрыть горло Белого моря. Чтобы мало пойдут вражеские корабли. Сели там в землянках, работали по 18 часов. Делали там месяц военными и гражданские были». Немногим позже Рафаила Куркова переводят в плавсостав на маломерные суда, которые сопровождали знаменитые арктические конвои. Сопровождали, преодолевая стремительный натиск врага. «Подводные лодки были у них как волчья стая. Осталось всего 10 транспортов, которые, к сожалению, нам. А 24 утопили. Если бы по отдельности наша задача была их искать и сопровождать потом до Архангельска». Кавалер Ордена Отечественной войны второй степени и медали за оборону Советского Заполярья Рафаил Курков сегодня с гордостью принимает очередную награду. «Во исполнении указа президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича разрешите вручить вам медаль «70 лет победы советского народа над фашистской Германией». И еще мэр города Архангельска Виктор Николаевич Павленко каждому ветерану в каждую семью дарит книгу «Архангельск – город воинской славы». «Для вас, ваших детей, внуков и правнуков». 2015-й для ветерана Куркова – год не только победного, но и собственного юбилея. В октябре наш земляк отметит 90-летие. О почтенном возрасте говорит по-капитански бодро. Полный вперед. Накануне 70-летия победы ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь из нескольких источников финансирования. Кому и какие выплаты предусмотрены? Об этом далее. 7 тысяч рублей – таков размер единовременной поддержки, которую, согласно указу президента, получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из федерального бюджета. Эта выплата носит беззаявительный характер. То есть здесь не надо писать никакого заявления. Выплата будет проходить через отделение пенсионного фонда. Однократно выплату получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, консулагерей. Ну и еще ряд ветеранов. По 3 тысячи рублей в соответствии с указом президента будет выплачено бывшим совершеннолетним узникам нацистских консулагерей, гражданам, проработавшим в тылу не менее полугода, и тем, кто был награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд во время войны. Из областного бюджета ветераны Великой Отечественной войны, которые не обеспечены живыми помещениями, жильем в соответствии с указом президента, они однократно могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей на проведение ремонта своего живого помещения. То есть здесь четко определено только на проведение ремонта. Значит, ветерану или лицу законному представителю этого ветерана надо обратиться в отдел социальной защиты населения с заявлением, представить все необходимые там документы, и получить эту выплату можно вот до Дня Победы. Мэр Архангельска Виктор Павленко распорядился о дополнительной денежной выплате ветеранам Великой Отечественной. Участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также северяне, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, получат сумму в размере 20 тысяч рублей. Они могут получить эту выплату также однократно путем непосредственного обращения в отдел соцработы по месту жительства или заказным почтовым отправлением через организацию федеральной почтовой связи. То есть в этом случае документы предоставляются в копиях, то есть можно нам письмо отправить, и мы перечисляем это все на сберегательную книжку ветерана или на счет на основании его карточки, и он ее уже, эту выплату может расходовать туда, куда ему это необходимо. В 2015 году также по решению Архангельского градоначальника для ветеранов сохранен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, с 3 по 12 мая для них бесплатным будет проезд на поездах и авиаперелет по всей территории России. Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны количество бесплатных поездок в эти дни не ограничено. Для оформления проездных документов нужно предоставить паспорт и документ, дающий право бесплатного проезда. 30 апреля, в день, когда 70 лет назад над поверженным Рейхстагом было водружено Знамя Победы, у Стеллы, Архангелец, город воинской славы, пройдет торжественная церемония закладки в особые гильзы земли, взятой из городского сквера Победы. Там, в 1942 году, в результате фашистского налета, было уничтожено несколько жилых домов. Погибли люди. Весной 43-го Архангелогородцы разбили на этом месте сквер, назвав его именем Победы. 5 мая на Поклонной горе представители 40 городов воинской славы обменяются капсулами землей и доставят их в свои города. От имени Архангелогородцев почетную миссию исполнят мэр Архангельска Виктор Павленко, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь Поморской столицы. В 11-й раз в Архангельске прошла церемония награждения работников культуры премии мэра Архангельска «Успех». Среди лауреатов, педагоги со стажем и молодые сотрудники, новаторы в сфере искусства и организаторы больших культурных событий. Имена победителей назовет Елена Матвеева. Галина Кирьянова возглавляет детскую школу искусств номер 31. В 2008 году учебное заведение было внесено в федеральный реестр Всероссийская книга почета. За эффективное руководство Галины Евгеньевны была награждена специальной профессиональной премией мэра Архангельска «Успех» в номинации «Директор года». В нашей школе работают замечательные педагоги, очень творческие люди, отдающие всю душу свою детям. И поэтому я думаю, что этот успех закономерен. Многочисленные инновации в культурном центре «Цыглами» – результат работы Андрея Мурцева. Руководитель отдела технического обеспечения стал обладателем специального приза в номинации за внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждения культуры. Культура сейчас очень близка к информационным технологиям, потому что внедряются новые системы на сцене, продвижение в сети интернет, то есть социальные сети, сайты. Сегодня в сфере культуры Архангельска трудится около 2000 специалистов. Мэрия города ежегодно помогает представителям этой отрасли сохранять духовные ценности и культурные традиции поморья. Успех сегодняшних конкурсантов – это и успех их учеников. Это успех всех архангелогородцев, потому что благодаря вашему подвижническому труду вы не позволяете нам стать Иванами родства непомнящими. Вы сохраняете лучшие традиции российского севера, нашего Отечества и, конечно же, горячо любимого города Архангельска. В этом году победителями профессионального конкурса «Успех» стали 10 увлеченных, талантливых и целеустремленных работников культуры. И каждый такой конкурс – это обязательно новые имена, это новые таланты и новые победы, которые достаются полной самоотдачей к любимому делу. Вчера в Архангельске стартовал городской чемпионат по сбору в турсырья «Эко-баттл». Сбор макулатуры активная архангельская молодежь организует уже третий год подряд. Постоянные участники чемпионата – муниципальные учреждения города, это культурный центр «Луч», а также сломбальская библиотека номер 5. В течение апреля команды от учебных заведений будут состязаться с сбором макулатуры, пластика и использованных батареек. Проблемы экологии в наше время стоят очень острые. Мне кажется, нужно всячески помогать нашему миру это все переработать, чтобы это все не валялось на свалках. Торсырье можно приносить в пункты приема по адресам, которые вы сейчас видите на экране. Площадки будут работать по субботам и воскресеньям с 12 до 16 часов. А теперь о чемпионате северных стран по юке Гасса. Игре в «Снежки по правилам». Рассказываем о нем не случайно, ведь уже в 19-й раз он прошел в городе по братьями Архангельска Вардё. И впервые в этом году за медали на нем боролась команда из поморской столицы «Икс Рей». Северо-Норвегии. Наш репортаж. Каждый норвежский городок стремится быть особенным. В Трамсё, например, проходит ежегодный кинофестиваль. А вот Вардё знаменит чемпионатом северных стран по юке Гасса. Начинается он с традиционного юки-парада по улицам города. О, юки Гасса – это, безусловно, событие года для Вардё. В этом году чемпионат собрал 36 команд из Финляндии, России и, конечно, Норвегии. На официальном открытии сборные неизменно приветствуют мэр Вардё. Вы знаете, что с Архангельском нас связывает договор о дружбе и сотрудничестве. Замечательно, что между нашими городами существует такая связь. Ведь и Вардё, и Архангельск – арктические города. Начинаются игры. В соперниках у архангельской команды три местные сборные. Нам, чтобы приблизиться к финалу, необходимо занимать две верхние строчки в группе. «Яки Гасса» чем-то напоминает классические вышибалы. Две команды противника методично выбивают игроков друг друга, попутно уворачиваясь от встречного снежного огня. Стратегическая задача игры – захватить флаг противника. За это начисляется 10 очков. Наши сыграли три матча и одержали одну победу, набрав в общей сложности 33 балла. Мы на этом чемпионате 19-е. Весьма неплохо для новичков. «Икс Рэй», – сказали наши норвежские коллеги. Имеет все шансы на самые высокие места. Планируем развивать в первую очередь в Архангельске. Это направление, эти соревнования, эти виды этих игр, игра в снежки по правилам. Стараться делать так, чтобы было больше команд, в том числе и какое-то представительство из других регионов, городов России и, может быть, Скандинавии по возможности. Ну и выдвигаться хотя бы один-два раза в год, может быть, на какие-то международные соревнования. Здесь нет злой игры. То есть люди играют и получают удовольствие. Вот так сегодняшняя молодежь Архангельска и Вардио продолжает то, что начинали создавать их отцы в 1989 году, когда был подписан договор о сотрудничестве между Архангельском и Вардио. Ну а если посмотреть глубже в историю, можно заметить, что дружба городов зародилась в середине 18 века. На протяжении четырех столетий так называемый Северный торговый путь связывал Вардио и Архангельск. В 21 веке к экономическим отношениям добавились культурные и социальные. Наша команда, вдохновленная успешным выступлением, возвращается домой, чтобы следующей зимой снова строить не просто снежные крепости, а возводить новые мосты дружбы со старыми знакомыми. Вот такой выдалась эта неделя для Архангельска. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья с пожеланиями хорошего настроения и, конечно, только хороших новостей. До встречи!